Довольно сложно поверить в то, что ты спасаешь свою страну, когда в чужую страну врываешься и убиваешь там местное население. Довольно сложно представить, что запуская ракету по мирным домам, ты на правильной стороне истории. Довольно сложно представить, что, несмотря на постоянные сообщения о местных штурмах, именно тебя в него не отправят. Именно поэтому в российской армии есть специальные люди, которые отвечают за то, чтобы ты верил во все эти сказки. Это политруки. Эта система была воссоздана не так давно. Люди, которые буквально занимаются тем, что промывают тебе мозги. Нет, конечно, если ты уже пришел в российскую армию, если ты уже взял в руки оружие для того, чтобы идти воевать в Украину, то с твоими мозгами изначально что-то было не так. Но когда ты уже внутри, когда очень страшно, когда не осталось чистых трусов, когда ты видел, что происходит с твоими сотоварищами, оставлять тебя там – это уже более сложная задача. Не потому, что в тебе проснулась какая-то мораль, а потому, что тебе страшно за свою жизнь и свои конечности. И вот тут в дело вступают политруки. Они, во-первых, рассказывают, что если ты не пойдешь, тебя обнулят, они тебя избивают, они над тобой издеваются. Ну и параллельно, каждую свободную минутку рассказывая про мировой нацизм, который захватил все вокруг, кроме богоспасаемой России. И только ты со своим автоматом, стреляя в сторону невинных людей, можешь спасти человечество. Сегодня поговорим с вами о том, кто такие политруки и что они делают с российскими солдатами в российской же армии. Не для того, чтобы вы как-то прониклись сочувствием к российским мобилизованным контрактникам и зэкам. Нет. А для того, чтобы тот, кто сейчас раздумывает, стоит ли ему идти в российскую армию. Будь то срочная служба, 30% срочников вербует в российскую армию, зачастую против их воли, или по контракту, приманившись большими деньгами, имея с ними проблемы прямо здесь сейчас. Вот когда, чтобы человек задумался об этом, он понимал, куда он пойдет и что воспользоваться деньгами ему вряд ли удастся. Итак, кто такие политруки, что они делают в российской армии и почему вам точно не надо в эту армию попадать. Об этом рассказывает издание «Верстка», ссылка на материал которой я оставлю в описании. Они отмечают, что в России вышел первый номер журнала главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации «Политрук» для агитаторов и пропагандистов. Речь про заместителя командиров по военно-политической работе. В нем написано, что цель замполитов или на советский лад политруков воспитывать непоколебимую уверенность в могуществе своей родины и постоянно вооружать бойцов победоносной перспективой борьбы против украинских нацистов. Правда, российские военные в разговор с Верстка обвиняют современных замполитов, находящихся на фронте, в доносах, подстрекательствах, физическом насилии, пытках и пьянстве. Их работу они называют бесполезной, а самих офицеров на этих должностях затычками или людьми на замену. Современных заместителей по военно-политической работе, как и их предшественников, фронтовых политруков, отличает близость к людям, простота, доступность, бескорыстие и правдивость, пишет руководитель главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, член редакционного совета нового в России журнала «Политрук» Виктор Горимыкин. Его семистраничное эссе о роли и образах замполита в Советской и Российской армиях открывает первый номер «Политрука», вышедший в начале мая. В том же эссе Горимыкин пишет, что в журнале будут публиковаться острые, злободневные материалы, направленные на сохранение исторической правды. Противодействие фальсификации истории, недопущение распространения идеологии неонацизма. Следом идет редакционная статья обращения к читателям. «Мы ведем войну освободительную, наше дело правое, наша уверенность в неминуемом разгроме врага питают благородные и возвышенные цели справедливой войны, неудержимое стремление освободить от нацизма исконно русскую территорию», говорится в ней. Судя по содержанию статей, издание нацелено стать дополнительным учебным пособием для новых замполитов, работающих с солдатами. Горимыкин в своей публикации также отметил, что журнал предназначен для командного состава, органов военного управления, заместителей командиров по военно-политической работе всех звеньев, профессорско-преподавательского состава, слушателей и курсантов, военно-учебных заведений Минобороны России, научных сотрудников, военных историков, работников военных учреждений культуры. А еще замечательно подходят в роли туалетной бумаги или растопки для костров. Добавлю я уже от себя. Ну и бредятина. Авторы журнала в первом же выпуске советуют замполитам воспитывать бойцов в духе стойкого преодоления всех трудностей борьбы со стервенелым врагом, воспитывать непоголебимую уверенность в могуществе своей родины, неустанно разъяснять освободительную миссию российской армии, крепить уверенность в скорой победе. Ну а прошлые верстки военные почему-то рассказывают, что реальный образ замполита в армии чаще всего кардинально отличается от официального. Функции замполита в армии делятся на пять. И о всех из них мы сейчас поговорим. Перед этим я напомню, что вы можете помочь распространить этот ролик, поддержав его лайком, комментарием или подпиской на канал, особенно вашей подпиской, потому что алгоритмы Ютуба видят, что люди подписываются во время или после ролика, считают, что его надо распространить больше. Ну и не забывайте поддерживать сам канал финансово на Патреоне. Ссылка на Патреон будет в описании. И скоро мы там проведем новый стрим по какой-нибудь российской пропаганде. В том смысле, что будем вместе с вами ее смотреть и веселиться. Ну а теперь вернемся к политрукам. Первая функция. Завхоз. Политрук — это военный профессионал, прямой начальник подчиненных и одновременно должностное лицо, отвечающее за морально-политическое и психологическое состояние личного состава, пишет Виктор Горемыкин в журнале. Он как завхоз. Через него решаются вопросы с комбатом, отпуска, выплаты, амуниции и прочее. Говорит Верстке о реальной роли замполиты в армии, мобилизованной со Сватовского направления. К словам других собеседников Верстки, замполиты также ведут журналы боевых действий и личный учет военнослужащих. Фиксируют, кто выжил, получил ранение, погиб или сбежал. Замполит батальона не ездит сам, чтобы выяснять, что с кем и где случилось. Ему данные приносят замполиты рот. Они там со всеми в наступлении, со всеми в отступлении. У него все те же задачи, что у рядового, но плюс после боя пройти, посмотреть, уточнить, кто где, сколько вернул и сколько ранен. Если человек убежал спиритка, он тоже это отмечает и докладывает вышестоящему, объясняет Юрий, контрактник, побывавший в зоне боевых действий. Тем не менее, большинство опрошенных отмечают, что не помнят замполитов в боях. Какой передок? Он стрелять, я думаю, не умеет, говорит про своего замполита, мобилизованный со сватовского направления. Контрактник Михаил, участвовавший во вторжении в Украину в 2022 году, добавляет, что замполитов могут отправлять на боевые задания, но на его практике это происходило редко. При боевых действиях замполиты были, их отправляли на какие-то задачи, но в последнюю очередь, говорит он, часто на этих должностях стоит бестолковый офицер. При мне их отправляли, когда других офицеров уже не оставалось. Вторая функция. Агитатор. Живое, умное, страстное слово замполита обладает большой силой. Оно воодушевляет людей на подвиги, зовет их в бой, рождает массовый героизм, пишут авторы Политрука. Это было с добровольцами перед отправкой на Донбасс еще до начала мобилизации. Политрук рассказывал им мотивационные речи в духе за Родину, за Сталина. Я тогда сказал этим добровольцам, если кто-то вернется живым, набейте потом морду этому замполиту. Только из них почти никто не вернулся. Уже в первый день. Какое там набивание морды, вспоминает контрактник Михаил. По словам собеседников Верстки, мотивационные беседы и политическая агитация, как правило, ложатся на плечи замполитов в тылу. Замполит должен между боями вести разъяснительные беседы, но, как правило, на передке их никто не ведет. А с кем там разговаривать? С мужиками, которые только с боя пришли или которые вот-вот пойдут в бой, но не все вернутся? Там бойцы сами его пристрелят и не спросят, прав или не прав, говорит контрактник Юрий. Как отмечают военнослужащие, в тылу политруки в процессе идеологической работы цитируют Путина, объясняют значение его слов, понятие деноцификации, демилитаризация, рассказывают о причинах войны по версии Кремля. Правда, случаются такие беседы нечасто, говорят собеседники Верстки. Один из них, мобилизованный в 1922 году, упомянул, что в его случае замполит проводил агитационную работу только один раз после теракта в Крокус-Сити-Холле. Собрали почти весь батальон, замполит выпал с перегаром, вялый, как мой хер после амфитоса, но и завел шарманку про нацистов, типа теракт в Крокусе, это хохлы, Зеленский, террорист, вся хуйня. Минут 10 он вещал по бумажке, мы должны защищать наших женщин и детей и тому подобное, типа здесь мы спасаем страну от террористов. Выводов не было, говорит мобилизованный, находившийся в то время под Сватово. Как признаются военнослужащие, толка от пропагандистских речей мало. Это хуета бесполезная, утверждает собеседник Верстки из полка ВДВ. Бывают случаи, что военные вовсе не встречаются с замполитами и не слушают пропагандистских речей. Это происходит, например, в ротах специального назначения. У нас нет никаких замполитов, мы и так заряжены, пропаганды нет, мы профессионалы, как наемники, понял, у нас своя фишка, здоровый движ, все на спорте, все славяне, все за правду, мы элита, пояснил он на случай одного из спецподразделений российской армии. Третья функция замполита это доносчик. Как и в годы Великой Отечественной войны, политработники являются надежной опорой для командиров в бою, проявляют личное мужество, собственным примером ведут за собой людей, пишет Виктор Горемыкин в журнале. Их работа это стучать, крысить и пиздеть, но и от ленточки подальше держаться. Это самые ебучие крысы, они лезут везде, где только могут, чтобы ротному потом донести, говорит военнослужащий полка ВДВ. Другие собеседники Верстки также отмечают, что доверять замполитам не приходится. Контрактник Юрия описывает это на примере своего сослуживца, который в 24-м году получил должность замполита батальона, уехал на войну и по его словам начал творить дичь. К нему приходят парни, которых он знает, с которыми сам еще начинал служить с рядовых. Говорят, нужно съездить в Донецк теплые вещи купить, рассказывает Юрий. Он отвечает, сейчас у комбата спрошу. Пошел, непонятно, спросил или не спросил, но возвращается и говорит, комбат не разрешил. А парни собираются на передок без зимних вещей и туда не поедут. Они молча садятся в машину, едут, покупают все, что нужно. Не было их 4 часа. Приезжают, а они уже самовольно оставившие часть. Их уже не в подразделение отправляют, а в шторм для провинившихся. Юрий говорит, что звонил этому товарищу и пытался разобраться, что им движет. Он говорит, меня заставляют. Тебя заставляют, но ты же сейчас офицер, принимай решение сам. Тебе на это никто ничего не скажет. Такова доля командира принимает решение. Он меня не понял, описывает Юрий тот диалог. Четвертая функция замполита это истязатель. Замполиты пропагандисты. Неустанно разъясняйте бойцам освободительную миссию российской армии рассказывайте о росте наших сил и об иссякании сил врага, пишут авторы журнала для агитаторов и пропагандистов. Михаил и Юрий военнослужащие российской армии, ставшие одними из первых, кто решил сложить оружие и покинуть фронт. Михаилу удалось это сделать в обход начальства. Он оказался в госпитале, а оттуда уехал сначала домой, а потом из страны. Юрий же оказался в одном из первых лагерей для так называемых отказников. О существовании таких лагерей, где отказников пытают и унижают, стало известно в июле 22-го года. Юрий рассказывает, что организацией этих лагерей занимались как раз таки замполиты. Он прошел через два подобных лагеря подвала. Впервые с замполитами в лагере я встретился в середине июня 22-го, когда отказался участвовать и выехал с линии боевого соприкосновения. Нас сначала отправили на завод, куда отвезли других отказников. Туда приехала группа замполитов, какой-то психолог из Москвы. Главным среди них был замполит округа. Он, я так понимаю, собрал всех замполитов подразделений, которые там рядом участвовали, человек 7. Они каждый день проводили беседы. Спрашивали, по каким причинам отказались, какие были проблемы, что произошло, вспоминает Юрий. К его словам, в первой группе отказников было около 130 военнослужащих контрактников. Он вспоминает, что с ним тогда вел беседы замполит округа в звании генерала. Я сказал, что у меня есть мозги на плечах, и я не собираюсь в этом участвовать. Тем более, в местные штурмы не собираюсь ходить, потому что меня готовили для другого. Я не стал ему говорить, что у меня вообще переоценка ценностей произошла, и я своими глазами увидел, что мы там творим. Он начал предлагать мне звание лейтенанта, командира взвода. Я сказал, что мне ни офицера, ничего не надо, я домой хочу, вспоминает Юрий. Тогда его не отпустили. По словам офицера, замполиты дали понять, что никого из отказников не вернут домой, и у них есть два варианта отправиться на передок или на охрану. Юрий поехал на охрану высокопоставленного лица. Спустя месяц его вновь попытались отправить на линию соприкосновения. Юрий опять отказался. Мужчину отправили в очередной лагерь для тех, кто не хочет воевать. Так он оказался в одном из самых известных мест заключения отказников в Брянке. В военнослужащих свозили в здание школы в городе Брянка Луганской области. Отсюда название лагеря. Из этого здания их распределяли по подвалам, которыми фактически управляли замполиты. Там отказников морили голодом, избивали, требовали вернуться на фронт, угрожая расстрелу. Там люди лежат связанными по 27 часов. Кто-то соглашается просто, чтобы развязали, кто-то не соглашается, их бьют. Там человеку приставляли пистолет коленем и говорили, что прострелят их, если он не согласится вернуться на фронт. Так соглашаются все, рассказывал ранее собеседник Верстки, побывавший в том же лагере. При этом выбора, куда возвращаться, уже не было. Управлявший подвалами замполит Игорь Нечапаренко в словам отказников отправлял их в 57-ю отдельную мотострелковую бригаду к членам ЧВК «Вагнер» и заключенным из российских колоний. Когда военнослужащий соглашался вернуться на фронт, его передавали другому замполиту, Игорю Горюшкину. Тот записывал видео с военнослужащим о том, что у него все хорошо и отправлял их родственникам, чтобы те перестали жаловаться и требовать ответа, где находится их близкий. Ну и пятая функция замполитов это полицейский воспитатель. Воспитывать непоголюбимую уверенность в могуществе своей родины, несокрушимой силе российской армии, постоянно вооружать бойцов победоносной перспективой борьбы против украинских нацистов. Вторая, не менее важная задача всей пропаганды и агитации, пишут авторы журнала «Политрук». Вспоминая роли замполитов в армии до начала войны, собеседники Вёрстки описывают их словами «Затычка» и «Люди на замену». По словам Михаила, офицеров часто привлекали к ведению лекций, к дежурству в наряде, если другие офицеры заболевали или к поручениям, на которые не хватало рук. Одной из основных его обязанностей было информирование. У всех есть телефон и все читают новости в интернете, а замполит в это время делал подшивку газет в комнате досуга. Там лежал этот талмуд нахрен никому не нужных газет. «Как давно вы читали газету «Красная звезда»?» Да никто их никогда не читает в армии. Их используют максимум для туалета, если бумага закончится, вспоминает военный. Михаил говорит, что часто деятельность замполитов походила на работу педагогов, стенгазеты, концерты. Юрий же говорит, что помимо этого замполиты выполняли функцию полицейских оперативников. Они должны были выявлять людей, которые занимались неуставными отношениями, употреблениями алкоголя, наркотических веществ и все такое. У нас, например, если военнослужащий не вышел на службу в подразделении замполита, он должен был начать разбирательство, провести расследование, составить протокол, документы собрать, которые в итоге заканчивались для военнослужащих выговором. Где-то это воспитательная работа, где-то общественная. Они не должны были искать тех, кого наказать. Они должны были искать тех, кого нужно воспитать. Но обычно это работало наоборот, вспоминает Юрий. К словам собеседников Верстки, сейчас в частях на территории России функции замполитов добавился еще и поиск сбежавших с фронта военнослужащих. Вот представьте, служил человек на Дальнем Востоке, а замполит ищет, где он там сбежал в Донецкой области. Каждый день, на каждом построении, утром, в обед, после обеда, вечером с него спрашивают результаты. Где человек? Почему не нашли? А он докладывает. Обзвонил родственников, предупредил администрацию по месту жительства в регистрации, полицию сообщил. Вот в этом заключается его работа, рассказывает Юрий. Тем не менее, для военно-политического воспитания в армии прописывают целые учебные планы. Например, в опубликованный на 22-й год входил просмотр ежегодного послания Путина Федеральному собранию, изучение традиций офицерского корпуса России и норм международного гуманитарного права. В 23-м году в такой план добавили курс о мужестве и верности воинскому долгу российских военнослужащих в войне в Украине, а в 24-м из него исключили лекции об истории офицерского корпуса. Когда я служил, эти занятия толком не проводили, а если и проводили, то там разбирались бытовые вопросы. Например, по финансовой грамотности. Что лучше, аренда или ипотека? В остальном могли сидеть и просто втыкать телефон, говорит Юрий. Собеседники Верстки, рассуждая об эффективности замполитов во время войны, говорят, что не видят смысла в этой должности и предполагают, что ее придумали люди далекие от жизни в армии. Возможно, замполит и нужен бы был, если бы война была реально праведная, если бы защищали свою родину, свой дом, рассуждает Михаил. В Россию вторглись, враг под Москвой, вот там, может быть, политрук и нужен был для поднятия боевого духа. Но по факту там и умный солдат сойдет. Для этого не нужны великие знания. Концерты организовывать, открытки от детей собирать. Филиппа Киркорова бы мобилизовали, он был бы отличным политруком, приходил и пел бы солдат. То есть, как видите, замполитов довольно широкий спектр обязанностей, но ни одна из них не помогает ни солдатам, ни фронту. В основном она заключается в том, чтобы по разнарядке отчитываться о том, что прочитал лекцию, рассказал про нацистов в Украине и так далее, и в том, чтобы просто принуждать солдатов силой. Кого избивать, кого морить голодом, кого напрямую пытать. Этим занимается замполит. Еще нередко они коммуницируют с родственниками. Но как коммуницируют? Хамят им и рассказывают, чтобы те заткнулись. Вот, например, замполит в действии. Один из случаев, который был не так давно. Жены и матери мобилизованных из Приморского края пожаловались новому министру обороны на незаконные действия командования 5-й армии. В их части и что делал приехавший замполит. Здравствуйте. Я мама Кишко Надежда Григорьевна, мобилизованного сына Кишко Олега Викторовича. В очередной раз хочется сказать о том, что происходит в воинской части 24776 в городе Суриско с нашими ребятами мобилизованными и отказавшиеся ехать на СВО после ранений. Уже больше месяца их по приказу Черненко держат части закрытыми. Лечения они никакого не получают. Здоровье наших мальчишек руководства 5-й армии не важно. Главное для них как можно больше людей вернуть в зону СВО. Достучаться до командования невозможно. 15 мая 24-го года к ним приезжал полковник Назаров замполит штаба 5-й армии и в очередной раз унижал и оскорблял из-за того, что военнослужащие не желают поехать на СВО. Мы подали жалобы на имя председателя Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкина и надеемся, что все же будут приняты меры в отношении командования 5-й армии и командиров воинских частей. А вот пленный российский военнослужащий показывает агитки, которые раздавали замполиты. Сдача в плен врагу, измена родине, измена присяги. Нет ничего позорнее, чем сдаться в плен врагу, перейти на его сторону. Помни, что Совет Федерации одобрил закон внесения в Уголовный кодекс России поправок, предусматривающих лишение свободы сроком на 10 лет военных, которые добровольно, военных, добровольно сдавшихся в плен. Извините, таким кривым языком написано, что, конечно, даже читать это проблематично и любой человек, который дружит с русским языком, в смысле написал. Ну, то есть, по сути, им раздают бумажки, на которых написано «умирайте», ну, убивайте себя и прочее, когда у вас ситуация, в которой вам надо сдаваться в плен. Это бесчеловечно и чудовищно, потому что, на самом деле, если солдат оказался в плену, неважно, какой армия, неважно, в какой войне, это вина его руководства. Героизм и подвиги случаются там, где плохое планирование, по крайней мере, так гласит армейская мудрость. И вот предлагается российским солдатам просто убивать себя. В этом, как бы, в данном контексте и в происходящем сейчас, наверное, ничего плохого нет. Как бы, чем меньше фашистов, тем лучше. Но, в целом, это отношение к своим же солдатам со стороны замполитов, такое же, как отношение армии, в целом, оно довольно характерно и демонстрирует, какое дело есть российская власть, российским замполитам, российскому офицерскому корпусу до, собственно, непосредственно солдат. И, знаете, меня часто спрашивают, говорят, Майкл, мне, кстати, нравится фраза, меня часто спрашивают, потому что обычно ее говорят люди, которых не спрашивают, но меня, правда, часто спрашивают, говорят, Майкл, вот ты постоянно говоришь одно и то же, постоянно рассказываешь, как херово в российской армии, постоянно призываешь людей туда не ходить и прочее, прочее. Зачем ты, ну, повторяешь постоянно? То есть, как бы, мы и так поняли. Понимаете, в чем дело? Во-первых, все два с половиной года, ну или чуть меньше, я занимаюсь тем, что повторяю несколько вещей по кругу. Это небольшой секрет. У меня есть конкретные цели и задачи, которые я пытаюсь достичь этим YouTube-каналом. Это не просмотры, не знаю, не рейтинги, не народная любовь или нелюбовь, неважно. Я, в целом, к этому достаточно прохладен. Это медийность или циферки меня не очень интересуют. Меня интересуют конкретные вещи. И вот какие. Первое, это минимизировать количество людей, которые пойдут в российскую армию. Не столько из-за любви к ним, сколько из-за того, что есть страна, на которую напали. Это Украина. Есть страна, которая напала. Это Россия. Россия страна-агрессор. Украина страна-жертва. И любой человек, на мой взгляд, вообще любой человек в мире должен становиться на сторону жертвы. На сторону страны, на которую напали. Независимо от того, каким паспортом владеет человек. Вот эти наши мальчики, не наши мальчики, как можно идти против своей родины, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Мне кажется, такой хинея невероятной, потому что это уже какое-то проявление такой избранности расы. Потому что если вы видите, как происходит несправедливость, если вы видите, как один напал на другого, вы всегда должны быть на стороне того, на кого напали. Независимо от того, в ком какая кровь течет, какой цвет кожи, у кого и какого цвет паспорта. Мне кажется, это очевидная вещь. Мне странно, что это вызывает у кого-то какие-то вопросы. Мне странно, что это вызывает какие-то дискуссии. Тут не может быть никаких дискуссий. Если вы поддерживаете агрессора или не готовы осудить агрессора, потому что у него такой же цвет паспорта, как у вас, значит, вы конченый мудак. Значит, вы сами являетесь частью агрессии. Потому что вы способствуете попустительству агрессии. Поэтому моя основная задача – это снизить количество людей в российской армии. При этом я никогда не прибегаю к обману или, значит, к каким-то манипуляциям. Ну, просто не потому, что я считаю, что это ужасно морально, потому что я считаю, что это неэффективно. Потому что любой обман может быть разоблачен и так далее. То есть ты из одного иррационального поля переводишь в другое иррациональное поле. Поэтому я всегда говорю как есть. Как вы можете заметить, когда я говорю про проблемы в российской армии, я зачастую ссылаюсь не на собственные мысли, а на то, что пишут Z-военкоры или говорят российские солдаты, или видео, которое записывают российские солдаты. То есть мой источник это буквально представители фашистской оккупационной армии. Я это делаю ровно потому, что понятно, что в условиях, когда я предвзят, мои непосредственные суждения в этом отношении могут восприниматься как предвзятые. Поэтому я беру суждения ровно тех, которые максимально в этом смысле предвзяты, но в другую сторону. То есть если российский солдат, говоришь, что полная жопа, это значит, что жопа действительно полная. Потому что базово он типа за то, чтобы Россия уничтожила Украину, за Путина и так далее, не говоря уже про всевозможных Z-блогеров. И в этом смысле моя задача снизить количество людей в российской армии, чтобы они как можно скорее перестали убивать украинцев, чтобы Украина смогла победить. Парадоксально, но это выгодно и для россиян, которые задумываются пойти в российскую армию, или уже для существующих российских солдат. Ну потому что чем быстрее российские солдаты поймут, что надо либо сдаваться в плен, либо бежать, тем выше шанс, что они останутся в живых. У меня нет к ним большого сочувствия, тем не менее, мои ролики, как ни странно, помогают им. Ровно потому, что я с ними не сесекаюсь, не говорю, что вы мои бедные, несчастные, наши мальчики, наши маленькие, тыры-пыры, вы несчастные, вы заложники, вы как политзаключенные. Нет, я честно говорю, вы фашисты, оккупанты, вы подонки, которые на это пошли. Однако, если вы хотите жить, выход есть. Можно сдаться в украинский плен, где вас еще на корме-то отогревают. Как правило, есть редкие исключения, когда действительно, там мы знаем три эпизода, в двух из которых иностранные легионеры в украинской армии применяли, скажем так, нарушали конвенцию о международном праве. И один случай, когда вот, ну там непонятно, то есть там как раз, когда вот присылали вот фотки, когда там руку отрезали, по крайней мере, руку отрезали не по-настоящему, но убили вроде человека по-настоящему. Вот эти случаи есть, их минимальное количество. При обмене пленными можно всегда увидеть, как выглядят люди, которые побывали в украинском плену, и как выглядят люди, которые побывали в российском плену, и становится очевидно, что украинский плен намного-намного более приятное место, чем даже просто российская армия. Ну и сбежать, конечно, с фронта, это с этим помогает организация Детелесом, которую я горячо поддерживаю, которые большие молодцы, и которые помогли большому количеству российских военных перестать быть убийцами, и собственно, перестать быть вот орудием Путина. Это первая цель, которая помогает и Украине, и собственно, как-то прийти в себя людям, которые задумались пойти в российскую армию, или которые в ней находятся. Вторая цель – это помощь ВСУ непосредственно, так сказать, громким рублем, точнее, гривной, потому что, опять же, нужно поддерживать тех, на кого напали. Ну и третья цель – это снизить возможности снабжения российской армии из-за, ну, типа волонтерские проекты, которые существуют, которые помогают российской армии, так сказать, пресечь их деятельность разными путями. Вот, как бы, три моих основных цели, и поэтому я, по сути, повторяю одно и то же, просто приводя все больше и больше доводов, все больше и больше доказательств. Вот сегодня, в сегодняшнем ролике, я привожу очередные аргументы, демонстрирую и показываю, что происходит в российской армии на примере того, что там делают политруки, которые запирают в нелегальных подвалах, которые измываются, которые говорят очевидную ахинею. Вот это российская армия. Хотите ли вы быть ее частью? Хотите ли вы лежать 27 часов связанными в подвале в Зайцево, чтобы вам потом коленем пистолет приставляли, а потом отправляли в штрафбат, где вы, скорее всего, умрете? Хотите? Пожалуйста, идите в российскую армию. Не хотите? Не идите. И пытайтесь максимально оттуда уйти. Как видите, те два человека, которые как раз и стали основой для этой публикации, дали это интервью, предпочли уйти из российской армии, поэтому они до сих пор живы. Следуйте их примеру. Если вы российский военный, или не идите в армию в принципе, если вы еще им не являетесь. Это будет самая большая ошибка в вашей жизни. По крайней мере, таково коннациональное мнение российских военных, которые прошли через боевые выходы. Ну а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok